Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Борис Луцкий родился 15 января 1865 года в городе Бердянске Таврической губернии в купеческой семье. Первые 10 лет своей жизни мальчик провел в небольшом имении родителей в селе Андреевка Бердянского уезда, которое ныне находится в Запорожской области. В то время Андреевка была одним из самых крупных волосных сел не только в Бердянском уезде, но и во всем Приазовье. В Андреевке было 4 церковно-приходские школы и 2 министерских училища. Однако из-за недостатка мест в учебных заведениях, а также тяжелых материальных условий, многие дети не учились. Борис Луцкий благодаря хорошему материальному состоянию родителей в 1875 году окончил одноклассное училище в Андреевке и в том же году поступил в Константиновское реальное училище в Севастополе. Учение Бориса Луцкого как одного из лучших учеников для продолжения образования послали за границу, в Германию. Хлопотал за него сам директор училища, князь Урусов. Выбор в качестве страны именно Германии объяснялся тем, что Борис с детства прекрасно знал немецкий язык, которым овладел благодаря общению с детьми немецких колонистов, в большом количестве в то время проживавших в Андреевке. Командировали Бориса в Мюнхенскую королевскую высшую техническую школу, куда он был зачислен 27 октября 1882 года на механико-техническое отделение. 3 августа 1885 года после шести семестров обучения Борису Луцкому был выдан аттестат об окончании базового курса. Затем он продолжил обучение на факультете механики и техники, которая длилась еще два дополнительных семестра. Во время учебы Борис Луцкий активно занимался научной, конструкторской и изобретательской деятельностью. Предметом его интереса были двигатели внутреннего сгорания. В конце 1885 года при выполнении дипломной работы он удивил всех профессоров Мюнхенской высшей технической школы своим изобретательским талантом. В лаборатории технической термодинамики профессора Шрётера он спроектировал, построил и испытал четырехтактный вертикальный двигатель, у которого коленчатый вал впервые в мире был расположен не над цилиндром, а под ним. Это было революционное новаторство в моторостроении. Такая конструкция двигателя внутреннего сгорания в истории моторостроения сохранилась под названием «Хаммер Тайп» типа «молот». Это название двигателю Луцкого было дано из-за его сходства с паровым молотом. Луцкий был первым, кто построил действительно хорошо функционирующий вертикальный двигатель на углеводородном топливе. Его конструкция была образцовой, и он регулярно производился в течение длительного времени. Созданный Борисом Луцким двигатель существенно повлиял на весь ход дальнейшего развития мирового моторостроения. Он стал прототипом для всех последующих рядных двигателей с вертикальным расположением цилиндров. В настоящее время этот тип двигателей находит широкое применение во многих отраслях промышленности, так как обеспечивает необходимую мощность, экономичность и надежность при минимальных габаритах и весе. До Луцкого двигатели внутреннего сгорания выполнялись в основном горизонтального типа. Такие двигатели занимали большую площадь и имели огромный вес. С целью уменьшения занимаемой площади некоторые компании стали выпускать двигатели с коленчатым валом, расположенным над цилиндром. Однако при такой компоновке, чтобы придать двигателю устойчивость, цилиндр приходилось делать массивным, так как он выполнял функцию станины, а это приводило к повышенному расходу металла. Кроме того, в таком двигателе возникла проблема со смазкой, которая могла затекать в цилиндр. Сконструированный же Борисом Луцким вертикальный двигатель таких недостатков не имел. В конструкцию созданного двигателя Борис Луцкий внес и другие усовершенствования, которые позволили существенно улучшить его технико-экономические параметры. Эти усовершенствования были выполнены на уровне изобретений и запатентованы в германском патентном ведомстве. Он изобрел новый способ получения качественной однородной горючей смеси с помощью инжекторного смесительного клапана, который позволял существенно уменьшить расход газа и повысить эффективность двигателя. В двигателе Луцкого потребление газа по сравнению с двигателями других компаний того времени было почти в два раза меньше. Он впервые в мире использовал для воспламенения газовой смеси регулируемую калельную трубку зажигания, которая позволяла осуществлять регулирование момента воспламенения. До Луцкого все конструкторы в двигателях внутреннего сгорания использовали нерегулируемые калельные трубки зажигания. Использование таких трубок часто приводило либо к преждевременному, либо к запоздалому воспламенению горючей смеси. При преждевременном воспламенении усложнялся процесс запуска двигателя, и кроме того, его детали испытывали большие нагрузки. При запоздалом воспламенении происходило увеличенное потребление газа, а при использовании бензина выхлоп начинал дымить. В этом же году Борис Луцкий изобрел устройство для зажигания газовых двигателей с помощью пламени и раскаленных металлических щеток, которое существенно повышало надежность системы зажигания. Кроме этого, он изобрел устройство для зажигания горючей смеси с помощью пламени, которое позволяло осуществлять регулирование момента воспламенения. А также устройство для зажигания горючей смеси с помощью электрической искры. Одной из проблем, сдерживающих в то время широкое распространение газовых двигателей во многих областях промышленности, была проблема малого количества заводов, производящих светильный газ и его высокая стоимость. Для решения этой проблемы начались попытки применения вместо светильного газа газообразных паров жидкого топлива, прежде всего керосина и бензина. Многие конструкторы стали разрабатывать автономные устройства для преобразования жидкого топлива в газообразную форму, так называемые газогенераторы. Эти газогенераторы были примитивного, испарительного типа и имели много недостатков. Для повышения эффективности и надежности газогенераторных устройств Луцкий в 1886 году создал газогенератор, в котором газ получался за счет распыления жидкого топлива в специальной камере, где происходило его интенсивное смешивание с воздухом при помощи крыльчатки. Это устройство можно назвать первым в мире карбюратором распылительного типа для стационарных двигателей внутреннего сгорания. Во время учебы в институте Борис Луцкий также изобрел двухцилиндровый горизонтальный газовый двигатель со ступенчатыми поршнями. За счет использования ступенчатых поршней из сжатого воздуха удалось значительно повысить мощность двигателя. 10 августа 1886 года после двух семестров обучения и успешной защиты дипломной работы Борису Луцкому был выдан диплом инженера-механика. Сразу же после защиты он уехал на родину отбывать воинскую повинность. Обратно в Германию вернулся в октябре 1887 года и начал инженерную деятельность на мюнхенской машиностроительной фабрике «Ландес». Здесь он построил несколько вертикальных газовых двигателей с коленчатым валом, расположенным под цилиндром. В 1888 году он представил их на мюнхенской национальной промышленной выставке, и они произвели сенсацию. Кроме того, на выставке Луцкий впервые показал общественности свой автомобиль, созданный им в 1887 году. Любопытно, что на этой выставке одновременно с Луцким впервые представил публике свой автомобиль и немецкий изобретатель Карл Бенц. С этого момента до сели никому неизвестный 23-летний инженер из Бердянска стал известен всей Германии. На мюнхенской выставке немецкая фабрика «Кёберс Айзенверг» из города Гарбурга купила привилегии на патенты Луцкого. Для решения всех вопросов, связанных с производством двигателей, он переехал в этот город, где прожил два следующих года. В Гарбурге Борис Григорьевич создал новые конструкции вертикальных газовых двигателей мощностью от 1 до 6 лошадиных сил. В этих двигателях он использовал свои новые изобретения. Смазочное устройство, обеспечивающее равномерное распределение масла по стенкам цилиндра. Маятниковое газораспределительное устройство с грузиком-противовесом, позволяющее эффективно регулировать выпуск и впуск газов в двигателе. Балансировочное газораспределительное устройство, позволяющее более эффективно регулировать скорость вращения коленчатого вала. В 1889 году на Гамбургской торгово-промышленной выставке фабрика «Кёберс Айзенверг» представила несколько двигателей, изготовленных по патентам Луцкого. Эти двигатели поразили специалистов своей необычностью, простотой и надежностью. На Гамбургской выставке газовый двигатель Бориса Луцкого был награжден золотой медалью, а сам конструктор – почетным призом Гамбургского промышленного союза за лучший двигатель для малых предприятий и дипломом Окружного союза немецких инженеров за выдающееся достижение моторостроения. В 1890 году на выставке в Бремене двигатели Луцкого были награждены золотыми и серебряными медалями. Во время пребывания в Гарбурге Луцкий также создал многоцилиндровую горизонтальную газовоздушную машину, в которой, благодаря охлаждению рабочих поверхностей цилиндров и поршней за счет воздуха, отпала необходимость в их водяном охлаждении. В конце 1890 года руководство одной из самых крупных компаний Германии Машиностроительное акционерное общество Нюрнберг пригласило 25-летнего Бориса Луцкого к себе на работу в качестве главного инженера и конструктора газовых двигателей. Он в то время уже имел репутацию одного из самых талантливых моторостроителей Германии. До прихода Луцкого в компанию она выпускала печатные машины, паровые двигатели, железнодорожные вагоны и занималась строительством мостов. Поскольку у компании не было лицензии на производство газовых двигателей четырехтактной системы «Отто», самых распространенных в то время в Германии, она пригласила к себе на работу Бориса Луцкого, чтобы он создал собственный «Нюрнбергский» двигатель более эффективный и экономичный, чем у компании «Газмоттеренфабрик Дойц», владельцами которой были Николаус Аугуст Отто и Карл Ойген Ланге. За время работы в Нюрнберге Луцкий создал целый ряд уникальных двигателей внутреннего сгорания. В этих двигателях он использовал свои новые изобретения. В 1891 году он создал двухсильный газовый двигатель с новым газораспределительным механизмом. Этот механизм обеспечивал очень низкое потребление газа. В 1892 году Луцкий создал безопасный бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Этот двигатель назывался безопасным, потому что в нем образование бензиновоздушной смеси происходило не снаружи двигателя, что считалось очень взрывоопасным. А внутри, до Луцкого, все конструкторы двигателя внутреннего сгорания для образования бензиновоздушной смеси использовали отдельные устройства – карбюраторы, расположенные снаружи двигателя. В частности, Готлиб Даймлер и Карл Бенц. В созданном двигателе Луцкий впервые в мире применил жиклер, который имел маленькие отверстия для распыления бензина в камере сгорания. Лишь через год после изобретения Луцким жиклера сначала венгр Донат Банке, а затем немец Вильгельм Майбах запатентовали, используя идею Луцкого, свои карбюраторы. В 1894 году Луцкий создал батарейный двигатель, который известный немецкий теоретик и конструктор двигателей внутреннего сгорания Гюго Гюльднер назвал самым оригинальным двигателем внутреннего сгорания того времени. В этом двигателе камеры сгорания были окружены теплоизолирующим веществом для более полного использования тепловой энергии. Двигатель был в то время самым быстроходным двигателем в мире и имел самую низкую удельную массу – всего 7,5 кг на 1 лошадиную силу. Для сравнения, двигатели Даймлера в то время имели удельную массу в 10 раз больше. В батарейном двигателе Луцкого бензин впервые в мире подавался не самотеком, а под давлением сжатого воздуха. Кроме того, в нем впервые в мире было применено боковое одностороннее расположение впускных и выпускных клапанов, и все четыре клапана имели механический привод. В 1894 году Луцкий создал оппозитный бензиновый двигатель с двумя цилиндрами, расположенными друг напротив друга. В оппозитном двигателе поршни перемещаются навстречу друг другу в горизонтальной плоскости. Это очень напоминает прямые удары боксера. Оппозитный двигатель обладает многими преимуществами по сравнению с однорядными и V-образными двигателями. Низкий центр тяжести улучшает устойчивость двигателя, а низкий уровень вибрации способствует снижению уровня шума и повышению долговечности двигателя. В настоящее время оппозитные двигатели находят широкое применение в автомобилестроении. В 1934 году оппозитные двигатели использовал немецкий конструктор Фердинанд Порше при создании автомобилей Volkswagen. Эти автомобили были созданы по поручению Адольфа Гитлера, который решил дать немецкому народу массовую и дешевую модель. Двигатели, созданные Луцким в Нюрнберге в 1891-1994 годах, были очень высоко оценены ведущими специалистами Германии и других стран. На многих выставках они были награждены золотыми и серебряными медалями, почетными призами и дипломами. В частности, в Страсбурге, Палермо, Гарбурге, Ингольштадте, Вене, Праге, Львове, Нюрнберге, Эрфуте, Кёнингридсе, Штутгарте. Среди многочисленных наград были такие престижные, как прусская государственная медаль и золотая медаль баварского короля Людвига. О двигателях системы Луцкого с восхищением писали многие газеты и журналы Европы. Венская газета «Монтакс-Пост» 14 мая 1894 года писала. В ротонде был выставлен Нюрнбергский газовый двигатель системы Луцкого от всемирно известной компании «Машиностроительное Нюрнбергское акционерное общество». Он привлек пристальное внимание экспертов своим изысканным дизайном и исполнением. Нюрнбергская компания получила за этот газовый двигатель приз за лучший двигатель для малых предприятий. Этот двигатель с точки зрения низкого потребления газа и нефти и с точки зрения простоты его конструкции имеет далеко идущее значение для большинства малых предприятий. Двигатели Луцкого отличались от двигателей других компаний простотой, высокоэксплуатационной надежностью и, самое главное, низким потреблением газа и бензина. Об этом было указано на многих рекламных листах и буклетах Нюрнбергского машиностроительного общества. Благодаря высоким технико-экономическим параметрам эти двигатели составили большую конкуренцию всем моторостроительным компаниям Германии. Во время работы в Нюрнберге Борис Луцкий также занимался созданием моторизованных транспортных средств, разработку которых начало еще в 1887 году практически одновременно с немецкими конструкторами Готлибом Даммером и Карлом Бенцем. В 1892 году Луцкий изобрел колесо с пружинищей шиной, которое амортизировало ударные нагрузки и обеспечивало плавность движения транспортных средств. В отличие от Луцкого, транспортные средства Бенца и Даймлера в то время оснащались колесами со сплошными резиновыми шинами, которые плохо амортизировали ударные нагрузки. К тому же крепление этих шин было настолько примитивным, что они часто слетали с ободов колес и приносили водителям транспортных средств много неприятностей. В 1894 году Луцкий занялся конструированием моторных велосипедов. Одной из созданных конструкций был моторный велосипед, так называемый классической компоновки, который стал прототипом современных мотоциклов и мопедов. Затем он построил новый автомобиль с очень экономичным двигателем. Этот автомобиль Нюрнмерская машиностроительная компания в 1896 году представила на Баварской национальной выставке. Автомобили Луцкого были награждены золотыми медалями на многих выставках. Об этом писал известный немецкий журналист и автогонщик Густав Браунбек. В 1895 году Луцкий сделал важный шаг в развитии двигателя внутреннего сгорания. Он придал камере сгорания полусферическую форму, которая существенно улучшила процесс сгорания рабочей смеси и повысила мощность двигателя почти на 50%. Двигатели с полусферической камерой сгорания стали широко применяться во времена Второй мировой войны. Они устанавливались на боевых самолетах и на мощных автомобилях. В настоящее время многие компании мира производят автомобили с использованием двигателей такого типа. Знаменитый инженер-автомобилестроитель Захарий Аркус Дантов использовал двигатели с полусферической камерой сгорания при создании легендарных американских автомобилей Chevrolet Corvette. К сожалению, приходится констатировать, что несмотря на огромный вклад Бориса Луцкого в развитие Нюрнбергской машиностроительной компании, которая ныне носит название «Концерн МАН» и является мировым лидером в области создания транспортной техники, его имя нигде не упоминается в публикациях концерна. Даже в фильме, выпущенном к 250-летнему юбилею концерна, о Луцком не говорится ни слова. Почему-то немецкие историки забыли, что у истоков моторостроения и автомобилестроения концерна «МАН» стоял Борис Григорьевич Луцкий. Именно он в 1891 году разработал первый газовый двигатель концерна, а в 1893-1996 годах – первые моторизованные транспортные средства. Александр Владимирович, мы посмотрели фильм. Скажите, пожалуйста, в чем уникальность Бориса Луцкого? Ну, уникальность Бориса Григорьевича Луцкого состоит в том, что он сделал огромный вклад в развитие мирового мотора, автомобиля и самолетостроения. Диапазоны его конструкторских разработок не знают себе равных. Им были созданы уникальные конструкции мотоциклов, автомобилей, двигателей внутреннего сгорания самолетов. Практически во всех современных поршневых двигателях до сих пор используются конструкции и принципы работы, которые изобрел Борис Луцкий. Тогда почему же доселе нам было так мало известно о нашем земляке? Ну, на это есть несколько причин. Во-первых, Борис Григорьевич прожил большую часть своей жизни в Германии и после себя не оставил ни потомков, ни мемуаров, ни архивов. Во-вторых, после прихода к власти большевиков дворянина Луцкого перестали упоминать в средствах массовой информации, так как считали его беглым иммигрантом и классовым врагом. Ну и самая главная, основная причина – это то, что в Германии после прихода к власти нацистов его имя попросту вычеркнули из истории, вычеркнули со всех страниц журналов, газет и книг. Как долго вы занимались этой темой? Еще где-то в 2009 году я случайно наткнулся в интернете на информацию об изобретателе Сбердянска, Борисе Луцком. И вот уже 7 лет занимаюсь этой темой, исследую жизнь и деятельность нашего гениального земляка. Как вам удалось раздобыть такие уникальные документы, копии патентов и схемы? Поиск материалов о Луцком был достаточно сложным и трудоемким. Мне пришлось обращаться в архивы многих стран мира. Часть документов я нашел в частных коллекциях. Процесс поиска был осложнен еще тем, что вариантов написания фамилии Луцкий в иностранных источниках более 10 вариантов. Что касается патентов, то мне пришлось вручную перебирать все патенты за этот период. Так как поиск в цифровых архивах патентных ведомств по фамилии этого периода практически невозможен. Мы знаем, что по вашим материалам уже выпущена книга о Борисе Луцком. Кто помог вам с публикацией? Да, действительно. В прошлом году я написал книгу о Борисе Луцком. Она является первым достаточно полным изложением биографии. Книга была приурочена к 150-летнему юбилею Бориса Григорьевича и была издана при поддержке акционерного общества «Моторсич» и Вячеслава Александровича Богуслаева, за что я ему очень благодарен.